Для того, чтобы создать многостраничный документ, сначала нужно разобраться с форматом, в котором мы его создадим. В принципе, вариантов несколько. Можем сделать это в формате PDF, PostScript, TIFF. Но поскольку TIFF и PostScript не любая программа поймет, давайте выберем формат PDF. Документ в печатном формате. Не обязательно картинка. Поскольку PDF подразумевает любые документы для печати, в том числе документы, содержащие картинки, в том числе документы, имеющие несколько страниц, это, в общем, хорошее решение, поскольку такие документы состоят из нескольких, в нашем случае, картинок. И общая работа будет выглядеть так. Мы создадим проект, в него мы сканируем изображение, и из этих изображений соберем результат. Вместо просмотра выберем многостраничный. У нас появилось окошко, в котором написано «Создать послание». На самом деле это на совести переводчиков, потому что многостраничный документ они перевели как многостраничный проект, и слово «проджект», видимо, пришлось перевести как «послание». Вот так нам предлагают его назвать и положить в домашний каталог. Ну, давайте согласимся. Создадим. Вот. В это время у нас создается каталог. Тип документа. Да, PDF, мы так и хотели. И давайте выберем предварительное сканирование. Выделим то, что нам нужно. И сканируем. Удобно, что у нас все складывается в виде изображений, которые потом можно обработать. Вот здесь у нас появилась первая картинка. Переворачиваем страницу. И снова сканируем. Если нам очень важно, чтобы мы ничего не обрезали. Имеет смысл каждый раз делать предварительное сканирование и каждый раз выделять область, которая нам нужна. Ну, я сейчас постараюсь быть аккуратной. Так, появилась вторая картинка. Я переворачиваю страницу. Давайте сейчас сделаем предварительное сканирование. Потому что на следующей странице заканчивается статья. Давайте представим, что только эта статья нам и нужна. И мы можем все остальное просто не сканировать. Сейчас возьмем. Сканируем. Сканируем. Вот они, наши изображения. Давайте на них посмотрим. Так, ну вот они развернуты только. Хорошо, давайте их редактируем. Сохраним. Сохраним. Тоже повернем. И сохраним. Собственно, давайте посмотрим, что же у нас получилось. Вот у нас место, где они хранятся в качестве картинок. Какая-то документация. Так, но мы-то хотели сохранить их в формате PDF. Где же? Собственно, вот. Так, нет, мы его просто не сохранили. Вот, сейчас сохраним. И вот он у нас появился. Вот здесь. Вот у нас все три картинки в одном документе. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...